Сегодня Челны с рабочим визитом посетил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он провел прием граждан по личным вопросам. До этого Александр Бастрыкин вместе с премьер-министром республики Ильдаром Халиковым посетил школу, где принял участие в открытии мемориальной доски Данилу Садыкову. На церемонию местных тележурналистов решили не пускать, потому о том, как прошло торжественное мероприятие, расскажут сами школьники. У нас сегодня была торжественная линейка. Приехали там какие-то главные люди. Мэр города и следственный комитет должен был приехать, мэр Татарстана, но у него дела были. Мениханов говорил, еще премьер-министр приходил. Мениханов не смог приехать, к нам Халиков приезжал. Мы говорили о мужестве, о чести, о достоинствах. Надо быть патриотом, надо совершать какие-то хорошие поступки. Именно в патриотизме вот эти уроки были у нас. А уроков обычных не было? Обычных не было. А почему? Что сказали? Нам сказали, что готовиться надо, сегодня же приезжают. Сегодня не будет у вас уроков, да? Нет, нас отпустили. А почему? Вы сказали? Да, потому что мы свою работу выполнили, нас отпустили. А какую работу вы выполнили? Стояли на линейке. Как вот вам сказали, что сегодня будут открывать стенд Данилу Садыкову и прийти во вторую смену? Нарядный фон. Во вторую смену прийти, потому что это проверка, там все такое будет. Мемориальная доска, посвященная Данилу Садыкову, была установлена на здании девятой школы 27 августа. До этого она была скрыта белым полотном. И вот сегодня, в день посещения школы высокими гостями, состоялось ее торжественное открытие. Эта доска символизирует о том, что этот ученик, именно Садыков Данил, учился в стенах девятой школы. И он будет вечно, вечная память ему символизирует вот эта доска. Почему пресса не допущена к этому мероприятию? Вы знаете, все-таки Александр Иванович – это человек по важности, входящий в первую десятку страны. Поэтому просто только лишь из-за его безопасности. По словам директора школы, чтобы возместить непроведенные уроки, в другие дни у ребят будут дополнительные занятия. У самих же школьников об этом мероприятии сложилось противоречивое мнение. И хорошо, и плохо. Плохо, потому что не получили сегодня знания из уроков, а хорошо то, что была память о Даниле. Анна Кондратова, Михаил Матвеев, РНТВ, Набережные Чулны.